А вот с вами Юлик. Привет, и Антон Власов. Смотрим тикток. Класс! Мы сегодня обстоятельно смотрим тикток. Инспекция тиктока. Динк, сходи в аптеку, купи презервативчик на ночь, иди пипетки. Зачем? Олесь, я больше никогда не пойду в аптеку. Почему? Я подошел к фармацевту, говорю, дайте мне презерватив. А она говорит, кончились. И тогда я ей говорю, дайте две пипетки. Ты не представляешь, как она жала. А что такого? А, типа он резинку на пенис натянет вместо презерватива. Я думал, пипетка, она же вроде как... Какой сложный прикол. Не, на пальчник тогда уж, может быть. Пипетка, она стеклянная же. Я ставлю этому анекдоту один из десяти. Я ставлю полбала, потому что это вообще не так. Это не серьезно. Это не то. Это не уровень. Это не уровень тиктока. Интересно, а как выглядит вот XXL-гандон? Они же таки большие? Не знаю. Понятия не... Можно одеть. Мне кажется, машину можно на зиму их обернуть, чтобы это... Вагинальный пух, нет? Обычный пух. Ой, какой впечатлительный. Не, я вот сразу говорю, если что, я как бы не сдерживаюсь. Когда... Когда встречаетесь с девушкой на первом свидании, ее нужно зажать и скажет, перди. Она такая... Да, да, да. А ты такой, я тебя не пущу, перди. Перди, пукай. И заставляешь ее пердеть. Она пердит. И тогда вы ее сближаетесь. Да, да, да. И ты еще так... Нормально, нормально. Здоровая пищеварительная. Ну это маньячная какая-то куня, мне кажется. Ты знаешь, вот в этот момент, когда ты сказал, пукай, девочка пукает. Ай, у меня ногу свело. И ты понимаешь то, что сейчас что-то случилось с ее анусом. Понимаете? То есть вот этот вот... Вот прямо сейчас ты стал свидетелем того, как сработала ее дырочка на порте. И ты такой... И прямо сейчас там попа... Там дырка... И ты такой... Я это... Ты могла бы промолчать, и никто не узнал. Но я же слышал. Значит, твоя попа сократилась. Это что такое? Вот объясни, ты с ним развелась потому, что он косячный? Да. Но ты его все равно любишь. Да. Тебе с ним хорошо. Да. Но быть с ним не хочешь. Нет. Железная логика. Надо было пукать. Надо было, да, надо было пердеть и давать, так сказать, повод для того, чтобы... Человека вот с жопами соединиться и туда-сюда гонять. Это знаешь, как это называется? Распердиха. Распердиха. И два пердиха. Два пердиха. А потом уже к пять пердихи можно уже, в принципе, и предложить что-то. Микрофлора кишечника нормализовать, как бы это, как называется, чтобы она на одном уровне была. Это знаете, когда корабли стыкуются, как раз мне надо, чтобы одинаково было давление, а то иначе что-то может оторваться небезопасно. Приезжайте к нам в село, песни, флески и в ухо, приезжайте к нам в село. Мультик был детский. Сделал. Стал мразотным. Стал мразотным. Блин, что так говном воняет? О, это смешно уже. Ты догадайся, это не просто. Ну, этому тик-тук я ставлю два из десяти. Ну, кот, единственное, что красивый. О, е-е-е! Рок! Я наконец-то! Антон будет жить. Фу, ребят, я думал, что я сдохну. Шава. Надо больше газированного пить. Больше, больше, больше. Колки нужно. Колочка. Я спасу тебя. Будь добр, пожалуйста, не сложно. Я бы... Спасибо, ребята. Шава вкусная была. Новый год. Мы так часто про шаву. Мы не шутим, мы, правда, почти всегда перед тик-токами едим шаву на тарелке. Такая вкусная. Ладно, ребята. Там еще можно сыр творожный заказать. Я всегда заказываю. Там еще сыр творожный, картошка, айдаха. Ой. Острый перец, капуста квашеная, огурчики, помидорчики. Ой, лучше. А перчик такой, значит, острый герас, потом... Ай-яй-яй-яй. И потом картошечка, айдаха. И сырочком, да. И моя бабская игра. Угадай, почему я на тебя обиделась. А чтобы было еще интереснее, я с тобой не разговариваю. Это он такой подходит к своей девушке. Ты обиделась, сука! Сука, обиделась. Обиделась, манипуля... Я сейчас всем своим друзьям позвоню. И друзья поезжают, 15 человек стоит в комнате, а рут у них... Обиделась. А потом начинают камнями в нее кидать. Ой, это уже... Вот такое мудак. Опасно. Я такое не одобрю. Нет, ни в коем случае. Вот, кто любит шаву тоже. Ага. Это мы такими зубами сходим. А я уже такой такси. Там, наверное, под стулом, под ножками должны вмятины такие от ножек оставаться. Мне кажется, чувака на навесном потолке снизу уже, типа... Вмятины. Вот, конечно. Само собой. То есть, никто не захочет встречаться с грустным бегемотом. Че-то я сжищу, да? Юлик, это я так скажу. Ну, веселый бегемот, это прикольно. Охуеть. Ну ты козел! Козлина, Юлик. Нет, ну все видели. Я ожидал. Что, расскажи, что вы видели? Ну, все видели там жену этого, Сукерберга. Ты бы видел, как она скверцит. Она прямо вот в водопад. Она очком может, эти, алюминий гнуть. Да-да. Просто банку туда засовываешь, и бум, и все, банка просто можно идти сдавать. Чтоб ты понимал. Хорошо, что нас нет на Фейсбуке. Сделай кактель по рецепту Гетельмана лучше. Ярша какого-то все. А рецепт Гетельмана очень простой. Слушай, адреналин... Все совсем, блядь. Все, что есть в холодильнике. Все. Это как, знаете, вот алкогольная пицца. Вы все смешиваете, и получается какая-то вот поебень, но такая забористая. А мы пьяные, и счастливые, и как будто ты же знаешь. Все о том, как люди пьют, блядь. Пьянь. Одна сплошная ебучая пьянь. Слишком много алкоголизма вообще. Ти, кто... Вот как будто не о чем больше пошутить. Про фагитный, про перца, про... Про какашки. Смешнее в разы какашки. Мужчина с зажигалочкой. А если его об стену кинуть, он сделает так? Это же зажигалочка? Ну, брат. Под эту музыку, по-моему, в Грузии 200 кого-то убивали. Что такое было? Мухи у нас. Ой, вот это круто. Вот у нас такого вообще не нет. Подписать. Едет за водкой. В новый год. И все, миллион лайков. Есть пьяный в два ночи за водкой, по заснеженной хуе, где очень опасно. Ел человек кашу и ему тип-ток. И он отлично сыграл. Отрабатывает. Все по полной. Ну-ка, поясни, зачем меня остановил. Не выйду из машины, законы учил. Да я не понимаю. Это кто это, видите? Мне кажется, проще полиции показывать документы и ехать дальше. Вот я никогда не занимался тем, что почему меня остановили. Как вы имеете право. Останавливали тебя? Спрашивают, где твои документы. А ты скажи, запиздёшь, что тут возьмёшь? Ну, в смысле? Расскажи потом, чё ты ответил. Я ничего не смогу рассказать. Мне кажется, я буду прикован кровать, блядь. Или тебя останавливает. Ты такой, тебя когда ебали, чё на жепе написали? Они такие, дайте ваши документы. Ты такой, ай, ты и написал. Тебе ебали, я нахожу документы. Давай, вот ты, давай. И вот, ладно, давай. Мне просто окно выбивается, меня вот так вытаскивают оттуда. А тебе рассказал, как меня остановили как-то раз. Я показываю документы и мне говорит. товарищ инспектор, он говорит, такой, понятно, сука, у тебя 150 лошадей на машине. Я говорю, ну да, он такой, а шитое, не шитое? Я говорю, ну да, да 180. Он такой, понятно, а быстро ездишь? Я говорю, не скажу. Он говорит, так, да ладно, навалывай. Я говорю, нет. Он говорит, ну хоть раз, ну как, ну скоро быстро едь туда. Ну, сука, 180 ездить? Я говорю, я не знаю, я езжу 60. Он говорит, такой, блядь. Я говорю, меня вообще никогда не приют. Пошёл. Он сказал, счастливый пути. Смешно, а что значит шитое? Ну, это означает, что типа прошивкой просто повышают, мощность разблокируют. Да? Это всё электронно ограничено? Ну, у нас просто в моём двигателе было так, что он под налог, подзадушен. То есть у нас там после 150 лошадей повышает сразу типа тарифы. А вот, а мой двигатель подзаглушили слегка до 149. И вот можно как бы разблокировать. Прошивка у меня стояла то ли венгерска, то ли как, конечно, европейская. Нифига себе. Там по-другому к налогам относятся. Вот такой, смотри, смешной. Блядь, всё детство здесь вешу твоё. Ты теперь пошлятим такой занимаешься. А теперь ты знаешь, кем стал? Штушка. Мяу. Ёбаный. Мяу. Кто их делает? Неросить какая-то? Или как? Похоже на грибы. Продолжаем нашу травлю конкретных тиктокеров. Да, у нас есть. Ну, слушай, это то, чем мы занимаемся. Вот они про пипи поют. Мы тоже же про всякое говорим. О, смотри. О, ты спрятал их. Вот и девочка стал лобовый. Ну, так же. И вот, и то я сделал на тикток. Блядь, тянет, прикинь. Мы можем в волосах спрятать что угодно. Смотрите, могу задвинуть. Все на границе теперь проверять будут. Меня. Только, только бы он сейчас это всё не выбросил в окно. Ха. Вспомнил о своих хороших друзьях в Аныкс. У них высокая надёжность. Широкая линия. При регистрации по вот этому промокоду можно получить до 6500 бонусных рублей. Вся дополнительная информация в закрепе. Что ж будет? О, вот это пп. Угу. Вот это пп. О, заедите. Мы хоть сейчас ели шапку опять захотим. Он, смотри, водочки уже. Блядь. Ну, это, конечно, топ. Умешь готовить, Юлик? Ну, так, да. Ну, вот я очень плохо. Там самое простейшее блюдо. Вот это вот бы я, конечно, не осилил. Но если бы я мог и умел, я бы, конечно, почаще готов. Да, это вкусно. Это же так. А мне нравится, как это. Мне нравится, как выглядит хорошая еда красивая. Ты знаешь? Ну, это не то же самое, что готовить. Ну, да. Это как машины собирать, а кататься на красивых машинах. Слушай, ну, пошлая песня. Очень пошлая. Молодая девушка. Там, там, знаете, о чем говорят? Про пизду и про очко. Да, как она будет лизать, как она, как она будет очко вылить. Стыдно. Раз. Но, с другой стороны, я уже говорил, у меня без римминга это время, потраченное впустую. Немножко так, я не стыдно немножко стыдно. Родителям мы твоим показать. А мы покажем. Прийти реально, купить билеты на своем предприятии. Мы вот найдем ее, покажем ее, а ей 15 лет, ее убьют родители. Да, я скажу, вот так стучишься, дверь открывает, здравствуйте. И вот поставят лицом к стене, не, она лицом будет к нам, но с завязанными глазами. Будем мы с тобой в шинелях сказать, и такие, приговоры привести в исполнение, и родители такие, бух. Не, мне кажется, ее будет бать себя просто бить. Сильно бить. Просто пылиться. Ремнем. Вы понимаете? Не, ну тут, конечно, тут еще, не, за что тут бить? Она, не, подожди, ваша дочь в 15 лет говорит, что она элиттл бич. Понимаете? Она немножко сучка, а как это так? Почему вы ее так воспитали, что она сейчас себя позиционирует как маленькая сука? А то бать, наверное, большая сука. Большая? А мать ваша, получается, большая сука? А они, если суки, то они нам найдут, что ответить. Надо самим вершить правосудие без родителей. Надо людям... Мы найдем эту 15-летнюю девочку. Найдем ее. Мы едем. И Юлия Нешко. Мы выцепим ее и накажем. Если она не справится, не будет нормальной. У тебя окна затонированы? Сейчас нет. Затонировать. Вот ездит машина, просто открылся, захватил. И все. А она у меня думает, что это как бы потяжелее статейка. Нет? Томбой стайл. Это тем, кто не понимает, кто я. Вот каждый томбой думает. Вот не претензия, а это смешно. Каждый томбой думает, что вот эта девочка, она думает, что она единственная, кто понимает, что такое томбой. Хорошо, вот... Она всем всегда, каждая, пытается пояснить, кто она такая и чем она занимается. Да мы все знаем. Не понял, не понял. Вы просто очень страшная лизбук. Извините меня, пожалуйста. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Просто, ну, это же так. Женственная девушка. Есть только одна вещь, которую юные леди должны в себя засовывать. Вот, подожди, нажми на паузу. Вы знаете, как выглядят настоящие мужики? Вот так? Нет, вы посмотрите картинки Том оф Финланд. И сразу все поймете. Смотрел? Нет. Настоящие мужчины на картинках Том оф Финланд. Поехали в Южную Союз. Слушай, красиво там, красиво. Только загран нужен. Виза не нужна, да? Мама, а что вы еще дома? А где его твоего должна быть? Ну как же, мама, полная луна. Натурально. Вон ваши все уже летят на шабаш, мама. Два из десяти. Ну он очень так удивление изображал, прямо натурально. Это странно. Откуда вот такая тема ненависти к матери своей женщине? Понятия не имею. Так это жесть. Почему? Я ненавижу мать своей женщине. Да как так? Нахуй я тогда вообще? Моя девушка, мать добрейший человек. Я даже не представляю, что можно... Твоя девушка станет в будущем такой же, как ее мама. Так что, наверное... Стоит задуматься. Говорит, да, что там типа, вот у меня теща крыса. Просто ненавижу. Женился, получается, на дочке крыс, на такой же крысе. Так выходит. Вот как ты, значит, к своим... И дети у вас крыся-то будут. Ай-ка, да, полукрыса. Полукрыса. А сам-то ты вообще жирная крыса. Жирная крыса. Тварь, блядь. Ты раз такой говоришь про своих любимых людей. Вот ты мразь. Я хожу. В чем я хожу? В обносках. В гражданине. Это же Кеша, да? Про меня, блядь. Всем все привозят, все покупают. А мне... Ну Кеш топ, на самом деле. Не, меня Кеша бесил. Нет, топ, топ. Нет, ну как бы поведением своим может быть. Он прям мразь, не приспособленная к жизни, которая всех заставляет плясать под свою дудку. В городе охуя... О, это, в деревне он охуя на себя показал. То есть, как они трактору-то обилистся. Васек! Васек! Одни проблемы от него. Хорошо, что его тогда спиздили. Так что получается, мальчишка, блядь, двой. Ну, веселый парень. Песню веселую девочку скучную. Ну да, можно было бы... Вот если бы она сиськи показала. Прямо... Раз, чтобы был на соске, по-моему. Представший бы... Видно она. Ну тогда... Тогда я поставил... Безер, блядь. Ну а так что-то безидейно как-то. О, смотри. Кот валит... Вау! Кот валит по встречке. В дождь. А тачку скорее моют откуда? Забивают людей. Ты должен, обязан, так надо, так нужно. Ты молотый, глупый, ты плохо влезет. Я читал новости недавно. Тиктокер. Молодой человек, который учится в УЗИ МВД. Записал тикток, в котором он перечислял плюсы работы в МВД. Так, что там было? И он это вот... Значит, можно закидывать наркотики людям. Потом можно кого-то там на бабки ставить. Еще что-то. Короче, все. Много плюсов. Его выгнали, блядь. Все. Это кто-то узнал, сказали. Контор распалил дурак. Дурачок. Да не, потому что... Кстати, вот такие люди потом идут в органы, блядь. Они кичатся. А, власть, он сказал. Будет большая власть. Можно сделать... Закидывать людям в карманы, обвинять их ни в чем, неповинных людей. Что такое, блядь? Это что такое, нахуй? Друзья, вступайте в партию трудовые резервы. У нас такой хуйни нету. Всем дается по пачке чая, по блоку сигарет. И идем все на завод, если это необходимо. Потому что партия трудовых резервов. Мы не работаем, но готовы к работе всегда, друзья. Пойдем в авангарде на завод. Партия трудовые резервы. У нас нету, все равны. Буду стоять за станком с вами, блядь. Отлично, умеют люди отдыхать. Дом-деби-дом-бом-бом. Без алкоголя сидят, пьют чай. Вкуснейший чай из партии трудовых резервов. Да, у нас самый вкусный чай. Овощного огня я тебе подарю. Как он ужасно поет. Как он... Так это ребенок поет же. Отвратительно. Мне прям захотелось сказать ему, замолчи. Замолчи. Вот такой ты, да, воспитателем был бы такой. Заткнись, блядь. Я поэтому не стану. Мой воспитатель. Не-не-не, Юлик, можно поиграем? К площадке? Замолчи. Закрой рот. Нет, без плохих слов просто замолчи. Нет, закрой рот. Закрой рот. Я не хочу тебя слышать до вечера. Ну ты послушай, это больно прям. Это прям издевать. Они его еще перетянули как-то? Слушай, мама разве что если выйдет погулять, то мусор выкинуть в мешках тебе большие. Выкинь мусор из-за этого мешков туда. Ебать ты злой. Злой. Знаешь, Юлик, попробовал ты, блядь, родить бы пиздой, которой у тебя нету. Да хуйня. Пятерых, блядь. И потом у тебя были, знаешь, какие мешки, блядь. Какой-то огромный строительный. И четыре. Мне однажды мячиком по яйцам попало. И что? Вот это вот, девушки, намного больнее, чем рожать. Рожать вообще расплюнет. А это хуйня полная. Я уверен в том, что типа этот блюду... Да вы нас наебриваете просто. Да-да-да, вы там орете, что ли? Рожать пореже. Ой, ай, как больно. А сами такие, а я вообще рожаю, я ничего не чувствую. А там просто тебя хлопают по животу, а он выходит потихоньку. Да, когда рыготина, нужно выиграть. Просто похлопал немножко рыготина вышли. А никто ж никогда не видел, как женщины рожают? Никто. Они один. Это накладные животные. Это вообще, а есть ли факт в том, что, блядь, действительно ребенок выходит... Да фикция. Путина. Цакова про, блядь. Блядь, кто тебя не любит? Чего? Ребенок поет? Ребенок пиво, а пиво, блядь, Бочкарев. И показывают пиво. Мартышки веселятся. Что-то, Юлик, ты вообще сидишь, конечно, вообще барщ по полной. Сидит дед какой-нибудь, ну не дед, мужик такой. Я думаю, это просто в окно снято. Девчонки тусуются. Дядя какой-то подошел, снял, как девочки в темноте танцуют. Как тот чувак, помнишь, из тиктока, который с первого этажа до второго поздоровался? Здорово. Чувака просто нету. Чувак хорошо отдыхает. Отдыхает он очень хорошо. Я удивляюсь, почему вот, потом, знаешь, говорят, статистика людей умерла на Новый год сто тысяч. Конечно, блядь, это пить, это вообще веселого в этом. Выпивать вот не в себя, блядь. Представляешь, такое состояние нужно дописаться, чтобы ты вообще даже не помнил, что с тобой происходило. Во всем важна мира. Да. А я вот, если я такое запишу, то это, как бы, будут лайки. Но увидишь, что-то, как бы, вопрос в ротике. То есть, как бы, записать ты можешь или что угодно, но если у тебя ротик сладкий, тогда записывай. Если этот ролик наберет сто тысяч лайков, мы с Антоном вколем себе гиллуронки. Да, да. Вот такие губки. Нет, сто тысяч мало. Я оплачу, реально, вколем гиллуронки. А долго это будет держаться? Год? Ну, недолго. Недолго. Сойдет постепенно, но некоторое время. А мы чуть-чуть подколем. Вот у меня, видишь, верхняя губа тонкая-тонкая, как разрез на мясе у меня нет. А мы тут вколем, у нас вот такие губы. Вот я бы сюда бы все. Слушай, Юлика, может, тогда завтра просто плачешь? Я бы еще вот тут чуть-чуть, вот сюда, вот, вот, вот. А то я что-то это самое. Давайте, ребята, 250 тысяч лайков в течение недели, и мы с Антоном вколем себе гиллуроновые кислоты. Хорошо. У нас будут губы вот такие. И немножко под глаза уже стало. Опасно, там сосудов много, можно ослепнуть, лучше туда не колоть. Но зато можно кольнуть вообще сиденько. А в лоб еще немножко ботокса, ну, вообще нет. Я говорю, я сказал, что... У нас нет морщин вообще на лбу, посмотри, мы даже вот так делаем. Где морщины, Антон? Где твои... Нету. Где? Они в высадке уже. Везде. Хорошо сохранились. Ну, ты да. Ну, вот, немножко, может быть, вот тут вот, ребята, я бы, да, я бы это сделал вот здесь чуть-чуть. Юлик. 250 тысяч лайков, друзья. Снимем ролик об этом. Жизнь, жизнь. Да. Так, перейдешь определенный барьер во времени, и ты уже не будешь спать. Я вчера, когда я приехал от Юры, я вот почему-то ехал в машине, ее слышал случайно, блядь. На ретро-FM. Челентано. Пай, 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 пай. Я вот лежал вот это вот. Брама. Никак не мог заснуть, тяжело было. Ну, в итоге вырубился, потому что было уже, блядь, никак меня в сознании не держать. На него в суд подать. На Юрку. На Челентано. На Юрутушку. Юр, да, да. Напоздай, я не могу. Встретиться не против, говорить, что ночи лишь для людей. Не грязь, жжжжжжжжжжжж. А муж мой на работе, а потом выбер нам зубку, я не против. Ебить меня, ребята. На этом все. На этом наши полномочия все. Охачиваюсь. Да, подписывайтесь на мой канал, на канал Антона. Там выходит очень много веселых роликов и со мной, и с Юрой, и с Никитой, и с Антоном. Ставьте лайки еще раз, подписывайтесь на канал И еще раз подпишитесь на канал Потому что колокольчик Колокольчик нажмите, чтобы не пропустить Следующий выпуск Да, потому что выйдет Жожо Адвенчур на моем канале Обязательно нужно подписаться Всем пока